Предупреждение или снова пустой пшик? Как на путинский орешник реагирует в Вашингтоне? И правда ли, что это именно Дональд Трамп дал Украине разрешение бить атакамсами по России? Об этом не только поговорим сегодня в нашем стриме. Меня зовут Анастасия Норицына и Борис Пинкус, общественный деятель, президент республиканского клуба имени Рональда Рейгана. С нами на связи Борис Яковлевич. Здравствуйте, рада приветствовать. Добрый день, дорогие. Дякую, рад быть на Вашем канале и слава Украине. Героям слава. Уже все знают, а кто не знает, я напомню, что вчера Россия применила для удара под Днепру новейшую российскую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности под названием «Орешник» в безъядерном исполнении, так заявил Путин. Ну а вот в Главном управлении разведки говорят, что «Орешник» — это научное название, на самом деле система называется «Кедр», но в любом случае удар был. А все, знаете, Борис, из-за Ваших атакам, сам оказывается, раздраконили серую мышь. Это что получается, что США наконец-то нашли орешки Путина и хорошенько их покрошили? Да еще как! А потом, смотрите, кедр, орешник, кругом один лес. Вы знаете, как и разворошили, в самом прямом смысле разворошили. Мне кажется, вот этот вот шаг Путина, он, скорее всего, напоминает мне предсмертные конвульсии. Ну что остается Путина делать? Вот всегда угрожал, там, какими только и кинжалы были у него, и сарматы были, и все, что хотите. И вот еще один сегодня. Ну что вам сказать, друзья мои? Конечно, это говорит о том, что сегодня Путин, мы часто говорили с вами об этом, напоминает ту самую мышь, которую он, вот, пару лет назад еще приводил в примеры. Будучи подростком, в подъезде своего дома пытался разогнать этих крыс. И вот одна из них, последняя, оставшаяся, была загнана в угол. И этой крысе, чтобы выжить, ничего не оставалось, как идти в атаку. Вы понимаете, вот он сам сейчас напоминает ту самую крысу, которая загнана в угол. С одной стороны, на горизонте появившимся Трампом, а он, Путин страшно боится Трампа, очень боится, это раз. А с другой стороны, друзья мои, ведь он уже не может жить вне состояния войны. Он должен быть в войне, обязательно. И вот представим себе, допустим, какое-то мирное соглашение будет заключено, допустим, пусть даже в его пользу, как он хочет. Вот по линии фронта, там, заморозка, как хотите. Допустим, остановили войну, эти вот около 300 тысяч русских солдат должны возвращаться домой. Работы нет. Экономика, которая сегодня, если и растет, там у него более 3% рост ВВП, то только благодаря тому, что военная промышленность на подъеме, благодаря войне. Так вот, представьте себе, останавливается война, военка больше не нужна, надо переходить опять на гражданские рельсы. Это с одной стороны, а с другой, значит, экономика уже не будет такой быстроразвивающейся. И вот эти 300 тысяч, которых надо устраивать, благоустраивать, надо давать работу, а работы пока нет. Более того, ведь рано или поздно будет тайное становиться явным. Речь идет о тех потерях, более полмиллиона, по данным таких надежных источников, полмиллиона российских солдат уже нет. Или инвалиды пожизненно. Поэтому все это будет ясно, известно. И, конечно же, это может привести к волнениям, довольно серьезным волнениям. Он этого не хочет. Ему нравится быть в состоянии вот таком военном, продолжать одурманивать свое население и в то же время угрожать соседям, вот как Украина, Молдова. Вот Грузия на горизонте, которой он мечтает снова вернуть свое лоно. И многое другое. Вот это. И вы обратите внимание, я бы даже сказал, он это сделал не только потому, что атакомцы стали стрелять по территории России. Он просто нагнетает обстановку, он повышает ставки с тем, чтобы он уверен, что Трамп, вступая с ним в контакт, непременно начнет с каких-то переговоров по сделке, по каким-то уступкам. Так вот, Путин хочет прийти к этому моменту с высоких ставок. Больше атакую, больше угрожаю. Тем более, он еще рассчитывает, что некоторые голоса, раздающиеся из окружения Трампа, того же сына его, например, и тот же Вэнс, когда-то сказавший, что надо кончать с войной в Украине. Война — это, скорее всего, проблема Европы, пусть Европа занимается. Все это в его ушах по сих пор звенит. Он надеется, что вот это будет превалировать на переговорах с Трампом, прошу прощения. Но этого же не будет. Теперь мы вернемся к не менее важному, очень, я бы сказал, историческому событию, когда Трамп встретился с Байденом, проведя двухчасовую беседу. Беседа была изумительной. Она даже нас всех удивила. Настолько она была миролюбивой и даже, я должен сказать, дружественной. Почему? И Байден, и Трамп после этой встречи были очень довольны этой беседой, которую они провели. И я не сомневаюсь, что Байден поделился с Трампом о своих планах. И я не исключаю, что просто Трамп мог пожюрить того же Байдена, сказав, что ты, балбес, что ты тянешь. Так ты помоги хоть, как положено, как должно быть. Я не сомневаюсь, что именно при обоюдном согласии было принято решение об оказании помощи Украине атакамсами, большого разного действия и разрешения в их использовании на территории самой России. Это один из вопросов. Не менее важный вопрос – это кое-чем, конечно, Байден поделился с Трампом. И из разведданных, я думаю, которыми Трамп до сих пор еще не имеет возможности иметь доступ. И я уверен, что Байден, Трамп тоже поделился тем, как он собирается решать вопрос в Украине. Но так вот в общих фразах я не сомневаюсь в этом. Другими словами, сегодня у них общие точки соприкосновения. Тем более я уже перейду к другому вопросу, почему сегодня Байден очень расположен к Трампу. Борис Яковлевич, мы с вами уже, кстати, об этом говорили, почему он расположен. А я вот хочу вернуться все-таки еще к этому Орешкину, или как он там называется, и то, как реагируют сейчас Соединенные Штаты. Мы уже знаем, что Карин Жан-Пьер сказала, что этот удар, он не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Украины. То есть и помощь, и ракеты нам и дальше будут давать. Но мне вот интересно, как сейчас на это реагируют именно республиканцы. Может, что-то говорил уже сам Трамп? Потому что видно только, знаете, какой-то гнев и ненависть от команды, от того же Маска, от сына Трампа, которые кричат про начало Третьей мировой. Во-первых, Трамп не будет говорить ничего. Не будет. Обратите внимание, ведь Трамп не сказал, что я, например, против, или вот в первый же день я приду в Белый дом и отменю то, что делает сегодня Байден по оказанию помощи Украине. Он этого не сказал и не скажет никогда. И вообще, давайте будем смотреть на того же Трампа как на человека непредсказуемого. Вот эта непредсказуемость – его главное оружие. Запомните это. Сегодня он готовит сюрприз тому же Путину. Такой сюрприз, который удивит даже нас, друзей Украины. И мы посмотрим, этот сюрприз будет началом конца того же Путина. Так дольше продолжаться не может. Надо уже кончать с этим. И вот я считаю, что появление Трампа в Белом доме – это появление нужного человека. Нужное время на нужном месте. И он поставит точку в этой войне в Украине в пользу Украины. А Путин наглеет. Наглеет, как я уже говорил, ему отступать некуда. Единственная его возможность ещё жить, как он считает, – это вот так вот нагнетать обстановку. И авось на будущих переговорах можно будет договориться с Трампом. Так вот спустить немножко на тормоза и на этом остановиться. Вот на это, видимо, и рассчитывает Путин. Но Трамп не такой, он всё понимает. Он прекрасно видит, какой ценой обходится эта война не только украинскому народу, но и нам, американцам, да и всей западной цивилизации. Поэтому мы должны ждать в любую минуту новых сюрпризов. Да и Байден, мы уже говорили с вами, повторю ещё раз, он хочет войти в историю всё-таки с положительной стороны тоже. Хотя в целом у него крайне негативный имидж о нём остаётся. Но он, я думаю, ещё до ухода из Белого дома кое-что интересное предпримет. Маленький вам пример. Уже сегодня реакция Пентагона на применение Путина вот этой ракеты, которая сегодня наводит шум. Пентагон прямо сказал, зам пресс-секретаря говорила сегодня, Син, к примеру, что Америка поддерживала Украину всеми видами нужных вооружений и будет продолжать. Вот такая пока реакция вот на таком не очень-то высоком уровне Пентагона. Но будем ждать выступлений и реакции того же Байдена обязательно, потому что журналисты требуют этого, чтобы именно Байден как президент среагировал на это. Сегодня-завтра будет пресс-конференция. Мы ждём этого. И, конечно же, интересна будет реакция самого Трампа. Хотя он, ещё раз говорю, раскрывать карты не будет. Он молчит пока. Вот в этом его опасность для самого Путина. А, кстати, Дональд Трамп после этой встречи с Байденом ещё с ним как-то контактировал или пока неизвестно? Есть случаи, что они на телефоне почти каждый день. И Байден с ним кое-что обговаривает. Я вам говорил, ещё раз повторю, сегодня Байден ближе к Трампу, чем к своим лидерам своей партии. По многим причинам. Потому что он сейчас зависит от Трампа. Очень зависит от Трампа. В общем, и Трамп, если будет продолжать вот эту политику его, да, оказание помощи Украине с наращиванием, и если Трамп будет продолжать, так Байдену есть смысл сказать, что это он начинал, а Трамп продолжает. Вот так. Ну, кстати, очень интересно. Я думаю, что, возможно, всё так и будет. Украинский политолог Вадим Денисенко разобрал это семиминутное выступление бункерного деда Путина и написал такое, что Путин начал игру в Карибский кризис-2, и это главная игра его жизни. Он всегда мечтал переиграть этот кризис и взять на слабо США, потому что считает, что именно тогда Хрущев мог сломать ход истории, а если бы тогда не испугался, то США были бы сломаны. Он сужает себе поле для манёвров и, максимально подняв ставки, требует, чтобы Трамп ему позвонил первым. А как вы думаете, позвонит ли ему Дональд Трамп? Ну и, по сути, всё же сейчас ложится именно на плечи будущего президента Трампа, о котором Ангела Меркель в своих мемуарах сказала, что он был очарован Путиным. То как сейчас, как вы думаете, такие вот действия могут привести к тому, что Трамп, наоборот, уже разочарован? Во-первых, он никогда не был очарован. Это Меркель, агент ШКГБ. Я уверен, рано или поздно мы узнаем всю правду о её личных отношениях с Путиным. Именно Меркель выполняла все желания Путина, согласовываясь с ним. Именно Меркель заложила мину за медленное действие в центре Европы, заставив принять европейские страны более двух миллионов нелегальных, когда-то нелегальных, а потом сделавших их легальными, более двух миллионов мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Это они сегодня бузатёрят, это они сегодня создают погромы. Вот Амстердам, к примеру, антисемитский погром, к примеру, и многое другое. Это благодаря Меркель. Именно она выполняла прихоти Путина, согласовывая с ним. Именно она, родоначальница Северного потока-2, подкармливая Путина нефтедолларами. А почему ей обожать Трампа? Да Трамп же её игнорировал. Именно Трамп объявил санкции Северного потока-2 и обвинил Меркель в том, что она подкармливает Путина нефтедолларами, как я уже сказал. Поэтому она не может лестно отзываться о Трампе. А Трамп, как я говорил, всегда был и остаётся человеком, который, знаете, вот мягко стелит, но жёстко спать. И он ещё своё слово скажет по отношению к Путину. Обязательно. Причём это, вы насчёт телефонного разговора, вы знаете, если цель оправдана средствами, Трамп пойдёт на звонок Путину, но это не будет, дайте, звонок, похожий на, например, звонок того же Шольца, недавний, тому же Путина. Нет. Если это и будет звонок, то это будет звонок с ультиматумом. Не сделаешь это, будет это. Точка. Трамп не из тех, который, знаете, стоит на коленях перед кем-то. Он никогда этого не будет. Я не забуду слова Трампа, который говорил, что он в трёх случаях стоит на коленях. Это перед Богом, перед родителями и на могиле солдат американских, отдавших жизнь на нашу свободу. Точка. Вот такой Трамп. И он это ещё докажет. И издание Bloomberg пишет, что как раз в ближайшее время вроде Трамп должен пообщаться с Путиным, и именно из-за того, что Байден разрешил Украине использовать ракеты-атакам с Пула России и дал Трампу якобы ещё один аргумент для переговоров. Но, с другой стороны, мы вот думаем, что, ну, возможно, да, возможно, Трамп тоже согласовал это решение, потому что ему выгодно, чтобы Украина сейчас подняла свои переговорные позиции, чтобы мы, если и разговаривали потом, или и шли на какие-то переговоры, то были, ну, плюс-минус равными. Что вы думаете? Да, вопрос, конечно... Вот, знаете, сегодняшняя ситуация, которая нагнетается в Украине, а потом, не будем забывать, Трамп ведь президент-лидер страны, и он должен это доказать. У него головная боль ещё не только по Украине, ещё и по Ближнему Востоку. Там процесс очень усугубляется. И я уже не говорю о том, что сегодня Европа занимает крайне подлую, омерзительную, предательскую позицию по отношению к Израилю. Речь идёт о, видите ли, вот этот мировой суд Гааги, который вынес решение арестовать Биби Натаниагу и так далее. То есть всё это в голове у Трампа. Он должен решать эти проблемы. Поэтому сегодня я ничуть не удивляюсь тому, что Трамп молчит, ни слова пока не говорит. Он занимается, видимо, у него есть один-два приближённых, с которыми он советуется, и строит свою стратегию, о которой мы не будем знать никогда до 20 января будущего года. Поэтому, вы говорили с вами много раз, прежний эфир, повторю ещё раз, будет очень много разговоров, мнений, предложений, даже из окружения самого же Трампа, например. И тот же Вольц может что-то сказать, или Вэнс, к примеру. Не надо придавать этому никакого значения до тех пор, пока это сам не озвучит Трамп или не начнёт действовать. А всё это возможно только после 20 января. Поэтому я бы сегодня не удивлялся тому молчанию, которое имеет место за Трампом сегодня. Давайте будем следить за ходом событий. Я говорил и повторю ещё раз. Я имею из достоверного источника информацию о том, что Трамп общается с Байденом. Они обговаривают очень многие вопросы, которые имеют глобальное значение. И я думаю, что сегодня вот это уже заявление Пентагона о том, что Америка помогала и будет продолжать оказывать помощь Украине, это не пустые слова. Более того, я не исключаю, что именно под, я думаю, даже давлением того же Трампа могут поступать новые виды вооружений, которые раньше никогда не поступали и в достаточном количестве. Но я с нетерпением жду, когда наконец-то просочится информация о самолётах F-16. Это то, без чего невозможно сегодня совершить перелом в ходе войны в Украине. Вот это самое главное. Мы ждём информации с нетерпением с минуты на минуту. Что-то может очень важное произойти. Кстати, Путин заявил, что вот систем ПВО, способных сбивать такие ракеты, которые он выпустил вчера по Украине, якобы не существует. Но я уверена, что у Соединённых Штатов Америки, у Израиля точно что-то такое есть. А как вы думаете, могут ли они сейчас появиться и в Украине? Их же нужно тоже испытать на межконтинентальную баллистическую ракету, которой Путин угрожает не только нашей стране, но и Соединённым Штатам. Вы затронули как раз тот самый вопрос, о котором только хотел сказать. И вот сегодня вот этот настрой Байдена хлопнуть дверью перед уходом и вот этот контакт его с Трампом, он как раз-таки и будет способствовать тому, что будут поступать новые виды вооружений. Не когда-нибудь после прихода Трампа, а именно в эти дни. С целью испытания. До сих пор их испытывали у нас на полигонах американских, в наших песках, к примеру, Невады. Но теперь есть возможность непосредственно вот на полях военных действий помочь. Вот с одной стороны помочь Украине, а с другой стороны посмотреть, как они эти новые виды вооружений с использованием современных технологий, даже с искусственным интеллектом, поведут себя уже вот именно в Украине. Вот это очень важно. Более того, я вам прямо скажу, те несколько систем Патриос, которые имеет Украина, они 80-го года, 80-х годов моделей. Сегодня у нас есть новые свои разработки в последних моделях Патриос с применением современных технологий. Их ни у кого нет. Вот они могут появиться вполне. Я не удивлюсь на полях Украины войны. Обязательно. И вот мы увидим это. И просто у американцев нет привычки хвастаться. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь, я не говорю о президенте, даже из генералов говорили, а вот мы то имеем, это имеем? Никогда. Почему? Потому что хвастовство — это признак слабости. Америка на деле показывает, что она имеет и умеет. Вот это мы опять-таки очень скоро увидим на полях войны в Украине. The New York Times со ссылкой на источники пишет, что некоторые западные чиновники предложили вернуть Украине ядерное оружие в качестве гарантии безопасности от будущих войн. Ну и накануне политика вспоминала также о томогавках, которые просил наш президент Зеленский в своем плане победы. А как вы думаете, стоит ли нам ожидать именно такого мощного оружия и, возможно, именно Дональд Трамп нам его уже предоставит? Давайте так подойдем. Во-первых, в этой войне не может быть никакого перемирия. Тут на кону существования такого государства, как Украина. Поэтому путинский режим должен быть уничтожен полностью. Ни о каком перемирии речи быть не может. Но если, вот представьте себе, если этот режим уничтожен, в Украине нет необходимости иметь ядерное оружие. Против кого? Представьте себе путинский режим. А если, Борис Яковлевич, извините, Россия начинает уничтожить? Да. А если не уничтожить? Я вот захочу. Прошу прощения. Я вот... Да. Я сейчас закончу. Вот один вариант уничтожен. Слава Богу, Россия начинает переходить на рельсы нормальных людей, начинает жить так, как должно быть. Окей, там уже нет агрессии со стороны России, гроз нет, слава Богу, появятся какие-то нормальные люди у руля в России. И Украине нет смысла, уже нет необходимости бояться этого соседа. Поэтому в этом нет необходимости приобретать ядерное оружие. Тем более это сопряжено с очень большими проблемами восприятия этого европейскими странами, к примеру. Вот это. Но с другой стороны, конечно же, если вдруг заставят Украину или что-нибудь такое произойдёт, конечно же, тогда я лично буду лоббировать, чтобы у Украины было своё ядерное оружие. Своя рубашка ближе к телу. Я не могу при этом не вспомнить и Будапештский меморандум, хотя многие говорят, да нет, Борис, это не имеет никакого такого юридического значения, это была простая бумажка. Неправда. На то время, в 1994 году, Будапештский меморандум имел силу. И бедная Украина, молодая, только-только начинающая вставать на ноги, даже не ходить ещё, а только-только приподниматься, легко уговорить можно было, сказать, слушай, вот давай мы это отбираем у тебя, а мы тебе даём конфетку, как у ребёнка маленького, который начинает только учиться, ходить или вставать на ноги. Вот это произошло в 1994 году с Украиной. 1900 ядерных боеголовок было у Украины. И буквально в 1923 году президент Клинтон, который уговорил Кравчука подписать это, вот в 1923 году, давая интервью северо-ирландской телевизионной корпорации на прайм-тайм, чистосердечно извинился и жалел, что тогда Америка уговорила Украину подписать этот Будапештский меморандум. Это говорит о чём? О том, что мы повинны в этом. Мы сегодня несем ответственность за то, что мы обезоружили Украину. Будь эти ядерные боеголовки в руках Украины сегодня, этой агрессии быть не было бы. И никто бы даже не помышлял о агрессии против Крыма, и я не говорю же о других территориях Украины. Вот такое есть. Поэтому, не дай бог, если вдруг что-то, где-то, какая-то угроза ещё будет сохраняться на территории России в сторону Украины, например, и какое-то перемирие вдруг наступит, теоретически, конечно же, у Украины достаточно возможностей и интеллектуальных, и материальных, я повторяю, чтобы заиметь ядерное оружие. Я уверен, Израиль в этом поможет Украине. Я мечтаю, что две спецслужбы израильско-украинские будут работать вместе. И Израиль поможет Украине заиметь ядерное оружие, потому что эти два братских народа имеют общего врага в лице Путина. Я в этом не сомневаюсь. Так оно и будет. Это правда. Это тогда будет мощный союз, если наши спецслужбы будут работать вместе. А вот британское издание Daily Express сообщает, что именно Трамп может передать Украине тайное ядерное оружие. Такое мнение изданию высказал британский эксперт безопасности и обороны Николас Драмонт. Говорит, что победа Трампа она вызвала обеспокоенность в Украине. Многие говорят, что якобы будет невыгодная сделка для нас. Однако этот эксперт считает, что вернувшийся в президентское кресло Трамп может применить другой подход. Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной. Зеленский может сказать, у нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву. И вот по его словам, передача ядерного оружия Украине могла бы быть козырной картой Дональда Трампа. Наш президент Зеленский тоже говорил, что либо ядерное оружие, либо НАТО. А НАТО нам все больше и больше сообщений о том, что ближайшие так 10, а то и 20 лет точно не видать. То что, ядерное оружие все-таки? Ну, давайте будем реалистами, прагматиками. Во-первых, НАТО сегодняшнее, оно не отвечает вызовам сегодняшнего дня. НАТО сегодня как бумажный тигр. Вы посмотрите как. И оно нуждается в реформе. Это то, о чем мечтает Трамп. Начинать надо с устава НАТО. Мы с вами говорили, в первых повторю еще раз. Устав сегодня не позволяет Украине стать членом НАТО. Два условия не позволяют. Первое. Страна, находящаясь в состоянии войны, не имеет права быть членом НАТО. Это первое условие. И второе. Это стопроцентное голосование за всех членов НАТО за прием того или иного кандидата. Так вот, 32 страны, если они в НАТО. А там уже две головы. Я добавлю сюда и третью, и Турция тоже. Значит, Орбан, значит, и, конечно же, Эрдоган. Вот эти трое могут стоять, знаете, вот ребром. Нет в Украине и все. Но даже если один из них будет против, уже устав не позволяет. Поэтому нужна реформа. Полная. Начиная с устала. Вторая. Еще одно условие. Очень важное. Это, конечно же, вклад каждой из членов НАТО в военный бюджет. Не менее, сегодня уже Трамп открыто сказал, не 2 будет процента, а 3. 3 процента от ВВП нужно будет, знаете, ассигновать военный бюджет своих стран, что это является бюджетом, например, бюджетом НАТО. Вот так должно быть. Это все Трамп будет делать. Обязательно. И не верьте тем, кто говорит, что Трамп против НАТО. Он выйдет из НАТО. Чуть собачья. Он никогда этого не говорил. Он, более того, даже разъяснил однажды, что, сказав о том, что он не будет помогать членам НАТО, если они, если на них нападет, допустим, тот же Путин, а вот они, если не будут вносить положенную долю, минимум 2 процента, бюджет оборонки своей, он не будет помогать. Так вот, Трамп дал этому объяснение. Он говорит, это же был сарказм. Если бы я этого не сказал, то эти две страны, Швеция и Финляндия, никогда бы не вошли бы в НАТО. Они забегали все. Вот и смеялся он. Он смеялся. Это было в одном из его интервью на одном из телеканалов. Так что вы видите, какой Трамп? Он правильно делает, потому что уж слишком Европа, знаете, возложила все свои проблемы на Америку именно военного характера. Поэтому Трамп говорит, так больше нельзя. Давайте так, честными быть, поровну. Вы свое, а мы свое. И мы никогда, он говорил, он никогда НАТО не оставит. Он хочет, чтобы Европа была самодостаточной, а Америка была рядом. И если нужно, подставила свое плечо, что Трамп и надеется сделать. Вот это очень важно. Поэтому я опять возвращаюсь к очень важному вопросу, о котором мы с вами не раз говорили. Скорее всего, я верю в это, и мы будем балабировать, что будет потрясающее соглашение о взаимной помощи между Америкой и Украиной с ратификацией, с принятием закона на нашем законодательном уровне. Тогда Украина будет на том же уровне для Америки, что и Израиль. Вот это более реально, оно более достижимо, чем, например, вступление в НАТО. Да, вступление в НАТО должно быть рано или поздно. Параллельно с реформой НАТО Украину надо готовить. И будут готовить. Я поэтому еще раз хочу с одобрением вспомнить предложение того же президента Зеленского, который дал изумительнейшие два предложения, включив их в план победы Украины. И одно из этих предложений это украинская армия может стать защитой Европы, которой, собственно, она сегодня и является. Я повторял и буду повторять всегда. Не НАТО сегодня защищает Украину, а Украина защищает НАТО. Так вот, Украина уже начала переходить на стандарты НАТО и в своей оборонной промышленности, и в ведении войны потрясающими своими достижениями. Этого никто не имеет права отрицать. Понимаете как? Поэтому я должен сказать, что НАТО с НАТО это отдельная канва, а второе это договор между Америкой и Украиной о взаимопомощи. Точка. Вот это более реально и легче достижимо. А НАТО пусть идет своим ходом, своим чередом. Борис Яковлевич, пару слов еще о команде Дональда Трампа. Тут появилась хорошая новость, что Мэтт Гэтс официально отозвал свою кандидатуру на пост генерального прокурора США. Ну и мы знаем, что Трамп выдвинул уже нового кандидатку. Это она была прокурором Флориды, Пэм Бонди, и говорят, что она также обвиняла Байдена в коррупционных связях с Украиной. Вот что вы скажете об этой персоне, но и будут ли еще какие-то перестановки? Ну, давайте вернемся. Я сделал предположение, как что после встречи Байдена с Трампом кое-что может измениться. И более того, Трамп не случайно, вы знаете, выдвинул Гетса Гетса на должность генпрокурора, и оно имело под собой основание. Главной целью Трампа было выхвырнуть Гетса из Конгресса. И он это сделал очень красиво. Я говорил это как предположение. Мое предположение оправдалось на 100%. Таким образом, он предложил кандидатуру Трампа в Гетса только потому, что он знал, сколько он на эти неприятностей принес нашим республиканцам в Нижней Палате. Это был именно Гейтс, инициатор отставки Кевина Маккарти, предыдущего спикера. Именно он по сей день даже держит нож у горла этого же нашего современного спикера Майка Джонсона с тем, что он слушался именно этого Гетса. Именно Гетс будет диктовать свою политику в Конгрессе. Правила там позволяют, к сожалению, любому конгрессмену внести предложение и проголосовать на то предложение, которое он вносит. Таким образом, имея небольшое преимущество, например, над демократами, я имею в виду по количеству голосов, тогда можно было кому или иному конгрессмену, республиканцу, внести предложение в свое личное отличающее от остальных и, получив незначительное большинство, небольшую поддержку от своих единомышленников, свергнуть спикера. Вот этим воспользовался Гейтс и, к сожалению, Кевин Маккарти, кстати, большой друг Украины, он был свергнут. И вот нечто подобное может произойти, если Гейтс был бы в Конгрессе, тогда же можно было произойти и Майком Джонсоном, который безукоризненно поддерживает Трампа. Поэтому Трамп очень хитро подошел. Он предложил должность этому Гейтсу, заранее зная, что в Сенате он не пройдет. Так оно и произошло. Теперь Гейтс, слава тебе, Господи, больше не в Конгрессе. А он был одним из главных, кто был против помощи Украине. Вот их не так много в Конгрессе, надо прямо сказать, намного меньше, чем противников со стороны демократов. Но, тем не менее, вот он бузатер, его убрали. Слава тебе, Господи, это хорошая новость. Что касается Бонди, то она, насколько я знаю, очень консервативная. Она по Украине я еще ни разу не слышал, чтобы она негативно отзывалась. Никогда, до сих пор не было. Я точно знаю, что она очень произраильская, очень даже. но в целом я вам скажу, что, друзья мои, генеральный прокурор Америки, он не имеет отношения к внешней политике, но по вопросам расследования коррупционных скандалов со времен буризмы, например, она может принимать участие. Конечно же, в этом нет никакого сомнения. И я думаю, что такая возможность возврата к расследованию вот этих коррупционных скандалов где был замешан сын Трампа Хантер, это, возможно, будет вынесено на обсуждение. Конечно, не без участия генерального прокурора, которую он Трамп и предлагает. Скорее всего, так оно и будет. Я уверен, что это будет на пользу Украине. Только. Почему? Да потому что, друзья мои, давайте будем предельно откровенными. война с коррупцией в Украине сегодня не менее важна, чем война с тем же Путиным. Она должна вестись обязательно рано или поздно во все оружии. и не случайно например сегодня опять возвращается вот к тому постановлению, которое имело место у нас в Сенате пару лет назад и буквально через несколько месяцев после войны в Украине, когда Сенат выделил 20 миллионов на организацию аудитерских групп, которые должны работать в Украине с тем, чтобы помогать Зеленскому в реформах антикоррупционных и в то же время прослеживать, как используется в Украине каждый гривен, каждая гривна и каждый доллар. Вот к сожалению с тех пор я не слышал нигде, чтобы какие-то слушания проходили у нас в Конгрессе, чтобы какие-то отчеты приводились. Этого нет. Я думаю, что с приходом Трампа все это вернется на круги своя и имея хорошее большинство в Сенате, я вам напомню, сегодня из 100 сенаторов у нас 53 республиканца и 47 демократов, то есть потрясающее большинство и я думаю, что любое предложение Трампа будет проходить как по маслу по отношению к оказанию помощи Украине в реформах, в которых она очень нуждается. Поэтому вот новая кандидатура, например, на должность генпрокурора, она будет только на пользу Украины. Борис Яковлевич, огромное спасибо вам за интересный разговор, за то, что вы нашли время для этого эфира. Я желаю вам хорошего и приятного дня и напомню, что Борис Пинкус был с нами на связи. Вы, друзья, обязательно напишите свои комментарии, не забывайте поставить лайк этому видео, но и, конечно же, подпишитесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание, хороших новостей, берегите себя и до встречи. Спасибо вам большое, дорогие. Слава Украине. Мы победим обязательно. В этом нет никакого сомнения. Продолжение следует...